МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Подводим итоги понедельника. В студии Олег Хатанзейский. Мы начинаем. Перспективы развития молочного и мясного животноводства обсудили в Ненинском округе на сельскохозяйственном совете при главе региона. Аграрии представители профильных органов власти губернатора Ненинского округа обсудили итоги прошедшего года и перспективы развития сельского хозяйства. Особое внимание в ходе совещания уделили молочному животноводству в регионе. В настоящее время на производстве молока специализируются 6 сельскохозяйственных предприятий и 6 крестьянско-фермерских хозяйств. В сфере заняты 280 человек. Общее поголовье скота составляет более 1700 голов. Из них коров. Это 751 единица на 2% выше прошлогоднего показателя. В этом году отмечено снижение удоев и валового производства молока. Продуктивность коров снизилась в среднем на 176 килограммов или на одну корову. Это 5%. За 9 месяцев 2018 года наблюдается тенденция к снижению производственных показателей по отношению к тому же периоду прошлого области. Валовое производство молока на этот период составляет 2643,5 тонн, что ниже результатов 2017 года на 100 тонн, на 2,7%. Вместе с тем, по расчетам департамента, исходя от различных рекомендуемых мордопотреблений молочной продукции на душу населения своим молоком мы обеспечим населению округу примерно на 30-35%. То есть у нас есть два взрослых для того, чтобы своим родным молоком обеспечить все население округа. Основной причиной снижения ключевых показателей, по словам Михаила Ферина, является низкая эффективность работы муниципальных казенных предприятий, занятых в молочном животноводчестве. Предприятия показали снижение от 8 до 20%, стабильную работу и повышение производственных показателей на уровне 2-3% ежегодно показывает Ненецкая агропромышленная компания. Кроме того, положительная динамика наблюдается у крестьянско-фермерских хозяйств. В числе причин низких показателей работы МКП были названы изношенность оборудования, экономические просчеты и человеческий фактор. Мы объездили практически все наши муниципальные образования, бывали на всех фермах и видим, что там действительно это все в достаточно запущенном виде. И в-четвертых, это человеческий и управленческий фактор. Это, естественно, старение кадрового состава, это ток молодежи, это потери специалистов, которые в этом будущее. Вместе с тем Михаил Ферин отметил, что в отрасли имеются резервы, которые недооцениваются и могут существенно изменить экономику молочного скотоводства. Например, взобновление строительства молочной фермы в Оме, строительства фермы в Нижней Пёше и завершение строительства телятника в Тельвиске. Губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский заявил, что предприятиям нужно серьезно повышать производительность. Это позволит сохранить рабочие места и развиваться. Нарушения бюджетного законодательства на сумму более 500 миллионов рублей выявлены в ходе проверок в 2018 году. Эти данные были озвучены на очередном заседании Комиссии по координации работы противодействия коррупции. В частности, собравшиеся обсудили работу в сфере распоряжения к государственным и муниципальным имуществам. В счетной палате Ненецкого округа в 2018 году было проведено 8 контрольно-ревизионных мероприятий на 8 объектов. Всего было проверено использование средств и имущества на сумму более 9 миллиардов рублей. Нарушения из них выявлено более чем на 500 миллионов рублей. По всем проверкам выявлены были нарушения, внесены объектом представления. Курирующим департаментом направлены информационные письма. 37 контрольных мероприятий проведено контрольно-ревизионным комитетом аппарата администрации. Объем проверенных средств составил 1 миллиард 700 миллионов рублей. Вынесено 16 предписаний и 10 представлений по недопущению нарушений. Многочисленные случаи были установлены по безвозмездной передаче имущества иным учреждениям без согласования собственника имущества. Также предоставляются помещения без согласования собственника. Это проведение в основном каких-либо мероприятий. Самыми распространенными нарушениями в части использования государственного имущества по результатам проверок является несоблюдение порядка и сроков предоставления сведений в реестр госимущества. Бывает так, что имущество не используется по объективным причинам. Нужно всегда иметь в виду, делать на эту скидку. По данным сектора противодействия коррупции Управления государственной гражданской службы семь депутатов по результатам декларационной комиссии 2018 года имеют нарушения. Ольга Русул, Владимир Носкин, Телеканал «Север». О создании Центра кадастровой оценки в округе готовности региона к участию в национальных проектах, открытии автозимника и авиасообщении с окружными селами шла речь на расширенном совещании при губернаторе. По традиции, руководители ведомств и окружных профильных департаментов доложили о текущей обстановке и ближайших планах. К обсуждению проблемных вопросов в режиме видеоконференц-связи подключились и главы муниципальных образований. О вновь созданном на территории региона Центре кадастровой оценки на расширенном совещании рассказала заместитель губернатора НАУ Евгения Калашник. Распоряжение о создании учреждения было принято администрацией округа в конце мая текущего года. В конце августа Центр кадастровой оценки прошел регистрацию. В настоящее время сотрудники учреждения ведут сбор информации об объектах недвижимости, подлежащих оценке и ценообразующих факторах. Учреждению переданы архивы обоих БТИ, работавших на территории округа. В связи с этим с октября этого года учреждение предоставляет справки о наличии или отсутствии собственности для населения, предоставляет копии технических паспортов и предоставляет копии права достанавливающих документов. Руководитель департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта НАУ Александр Лидер доложил о состоянии дел на автозимнике. Заключены контракты на зимний сержаве Медроу, завершается строительство зимника. 28-го у нас приемочная комиссия, 29-го официальный мусор. У нас по зимнику, я так понимаю, основная проблема – это переправа через реки. У меня есть понимание, что мы… Да, совершенно верно. У нас переправываются больше на это, и на это сроки – это 15 января. Января, то есть даже 29-го декабря мы не сможем, по сути, полноценно открыть? На территории субъекта здесь мы сможем, а там, к сожалению, пока нет. То есть мы пока 29-го, с учетом наших переходов, где-то 29-го сможем открыть, да, наши внутренние территории субъекта. А эта усть-юса, да, у нас там, получается, она только 15 января, да. Руководитель окружного профильного департамента также сообщил о начале продаж авиабилетов компании «Нордавия» по субсидируемым тарифам по маршруту Наридмар-Архангельска и Санкт-Петербург. Глава региона, в свою очередь, обратил внимание руководства Наридмарского объединенного авиаотряда на многочисленные жалобы жителей окружных сел на организацию рейсов по внутрирегиональным маршрутам. Мы из бюджета вам платим субсидию. Больше 200 миллионов рублей в год на обеспечение регулярных перевозок наших жителей из сел в город. Я исхожу из того, что когда мы платим вам деньги на субсидируемые рейсы, у нас есть расписание полетов. И расписание полетов должно выполняться не из соображений вашего видения, нужно это делать или не нужно, экономически это обосновано или не обосновано, достаточно у вас пассажиров или недостаточно у вас пассажиров. У вас есть расписание, летайте по нему, пожалуйста, как авиатакси. Но мне не нужна ваша коммерческая деятельность, вы ее исключительно тратите на свои зарплаты и на содержание лизинговых машин, которые вы взяли в лизинг для того, чтобы обеспечивать коммерческие заказы от недропользователей. Вот округ от этого не получает ничего. В завершение расширенного совещания губернатор округа подвел итоги работы в выходящем году. Я думаю, что мы неплохо отработали в этом году. Это показывает и состояние бюджета, которым мы пришли в результате конца года. Мы приняли достаточно большое количество решений социального характера, чему я крайне доволен. Мы, мне кажется, максимально сбалансировали и вернули справедливость в тех вопросах, которые действительно в этом нуждались. И тем не менее остались, повторюсь, в сбалансированной бюджетной ситуации. Ирина Никешина, Вадим Стасюк, телеканал «Север». Олимпийские чемпионы провели открытую тренировку для местных спортсменов. В Ненецкий округ посетили прославленные боксеры Мурат Гасиев и Егор Михонцев, а также генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. Мастер-класс состоялся в минувшую субботу. Чтобы лично увидеть чемпиона, в зал единоборств пришли не только боксеры, но и их родители, а также простые горожане. Тем продолжит Ольга Руссул. Среди тех, кто сегодня пришел на открытую тренировку с именитыми спортсменами, 7-летний Марк Митянин. В боксе он совсем новичок, но уже терпеливо, регулярно три раза в неделю приходит в спортзал на тренировки. Уже знает все основные приемы бокса. Прямой удар, степс, уклон, чулочок, руковой удар, нижний. Я пошел в этот спорт, чтобы стать сильным. А для Анатолия Широкова бокс – это образ жизни. Боксом юноша занимается уже 13 лет. Анатолий является победителем категории А – мастером спорта. Но для того, чтобы совершенствоваться в боксерском мастерстве, подтверждать свою спортивную квалификацию, говорит он, нужны выездные соревнования. Надеюсь, буду связывать, если у нас все будет продвигаться так хорошо. После, например, этого визита чемпионов и Федерации России бокса, может, побольше будет выездов, будем заниматься. А так пока желание не очень есть, потому что выездов нет, а тут сидеть. Его товарищ Никита Захаревич тоже мечтает о профессиональной спортивной карьере. Но без участия в выездных соревнованиях мечтам стать реальностью очень трудно. К слову, в 2018 году боксеры выезжали всего три раза. В идеале на Большой земле боксеры за год набираются не менее 50 боев. У меня было не более 10. То есть, если я не буду поднимать свой уровень, я просто не смогу конкурировать с боксерами с Большой землей. Знаменитые боксеры приехали в округ по приглашению главы региона Александра Цибульского. Основная цель – популяризация бокса в регионе. Я думаю, что с приездом руководителей Федерации бокса России мы сделаем хороший и основательный шаг к дальнейшему развитию бокса в Ненинском автономном округе. Тем временем на ринге тренировку с ненинскими боксерами проводят чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев и российский боксер-профессионал, выступающий в полутяжелой весовой категории, олимпийский чемпион Егор Михонцев. И несмотря на то, что тренировка носит больше показательный характер, профессионалы сразу замечают, кто выкладывается на полную, а кто немного лентяй. Бокс – это не только спорт. Способ удовлетворения спортивных амбиций – это универсальное средство от всех болезней, решения проблем незанятых агрессивных подростков. Бокс помогает воспитать характер, считает генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. Но главное – каждый рядовой боксер может стать чемпионом. А такие вот визиты в регион помогают отыскать и раскрыть юные дарования. «Есть даже одаренные, может у них нет возможности, кто-то их не заметил, либо тренер не доработал, либо еще что-то. Для этого мы и делаем. Приезжаем в регионы, чемпионы приезжают. Они смотрят, общаются с тренерами, обмен опыт тренерами надо делать, судьи. И также спортсмены надо сейчас чаще проводить между залами, матчевые встречи, между регионами надо возрождать, как это было в Советском Союзе, то, что мы уже в принципе делали». После тренировки состоялось расширенное совещание членов Федерации бокса НАО с участием Умара Кремлева и знаменитых боксеров. Участники совещания обсудили будущее регионального отделения Федерации и планы по развитию деятельности общественной организации. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Ну а сегодня олимпийские чемпионы по боксу встретились с губернатором Ненинского округа. Александр Цибульский поблагодарил именитых гостей за то, что они приехали в Наринмар и провели для местных спортсменов открытую тренировку. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев в свою очередь отметил, в Ненинском округе достаточно хорошо развит данный вид спорта. Он был приятно удивлен, когда узнал, что в относительно небольшом субъекте так много юношей занимается боксом. Между тем, стороны договорились о создании в нашем регионе полноценного центра прогресса бокса. Он должен появиться на базе физкультурно-оздоровительного комплекса, который расположен на улице Смедовича. В регионе есть, например, 2-3 зала. А центр прогресса лучше выбирается туда. Они оттуда уже в Москву отправляются, в национальную сборную. И таким образом мы забираем одаренных, но именно с региона, в национальную сборную, чтобы они поступали. Мы даем возможность быстро находить и выводить их. Давайте вместе, мы тоже готовы поучаствовать в том, что, естественно, финансово, надо сделать хороший современный такой центр бокса, который бы действительно ребят максимально увлекать. У нас очень много там ребят, которые, к сожалению, пока и по улицам, и алкоголь злоупотребляют. Нам надо лучше их вытаскивать из этой среды и направлять в спортивную. Открытие в Наринмаре центра прогресса бокса станет знаковым событием для всего региона, отметил Александр Цибульский. В будущем там смогут тренироваться самые отдаленные спортсмены. За ними будут постоянно наблюдать представители Федерации бокса России. Лучших включат в состав национальной сборной. Они знают историю своей малой родины, чтут обычаи, знают все о фольклоре и особенностях национальной одежды. А все свои знания и богатый жизненный опыт передают подрастающему поколению. Хранители традиции своего народа в минувшую субботу участвовали в торжественной праздничной обстановке, на мероприятии, приуроченном к празднованию 15-летия клуба земляков Ненинского округа. Все мы приветствуем друг друга, что все мы сохраняем свои традиции, помним свои горды, помним свою малую родину. Клуб земляков Ненинского округа был организован на базе окружного этнокультурного центра в 2003 году. Сегодня он объединяет 37 национальных диаспор и землячеств, представители которых проживают на территории региона. Среди этих объединений есть совсем молодые, а есть и ровесники клуба. Своё 15-летие в апреле следующего года отметит землячество деревни Вижес. Давно хотели собраться, помогла Субарнова Любовь Игнатьевна. Она предложила, как собрались малым коллективом, так скажем, предложила, что вот есть такой клуб, может быть, не желаете ли вы в него вступить. Мы согласились, подумали. 80 человек пришло на первое наше собрание. Затем начали уже собираться поездка в Вижес была большая. На День деревни мы улетели туда. И с этого началась работа. Собираемся по мере надобности, праздники празднуем вместе, совещания собираем. Есть у нас активисты. О родной деревне участники землячества выпустили фильм, ролик и книгу. Сейчас ведется работа над новым печатным изданием. Кроме того, выходцы из Вижеса периодически собираются вместе и делятся приятными воспоминаниями. В Вижесе-то остается сейчас мало народу. Там у нас зимой 30 человек, наверное, всего живет. Летом, конечно, человек 50 даже, вот так бывает. А здесь 80 человек. Сейчас даже, наверное, и больше. Поэтому, конечно, здесь больше народу. Мы собираемся, вспоминаем о Вижесе. Это же ностальгия. Каждый год езжу. И еще, конечно, я лично езжу каждый год туда. Свой 15-летний рубеж три года назад перешагнуло Усть-Целемское землячество «Русь изначальная». У нас культура, как ее можно назвать, культура Древней Руси. То есть песни, которые у нас сохранились именно на нашей исторической родине, вот Усть-Целемы конкретно. Уже даже в Великом Новгороде такие песни не поют и не знают. Поэтому вот в таком уголке Коми-Республики сохранились обряды, традиции и песни. И вот они дошли до нас. И мы сейчас как бы вот эту культуру возродили в 2000 году в Наринмаре. Потому что в свое время из Республики Коми, конкретно из Усть-Целемы, очень много сюда приехали наших, как бы у Селемов, наших земляков для возрождения, для строительства лесозавода, строительства города Наринмара. Поэтому куда бы ни посмотрим, везде наши, так сказать, земляки оставили свой след на Неницкой земле. Сегодня активистов из 37 объединений клуба земляков Неницкого округа чествовали в торжественной обстановке. Сегодня мы пригласили вас, чтобы почествовать вас, чтобы сказать вам слова благодарности за вашу такую большую, замечательную работу, за ваши добрые дела, за ваши великие дела. Объединившись, землячества идут по жизни вместе, помогая и поддерживая друг друга. Здесь каждый знает, что они упомнят, что в землячестве всегда найдется поддержка, искренне тепло и участие. За сохранение традиций своего народа и исторической памяти о малой родине активистов землячества и диаспор отметили почетными грамотами и благодарственными письмами администрации Неницкого округа и собрания депутатов НАУ. Ирина Никишина, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Спасибо, что были с нами. Далее прогноз погоды спонсор Медицинский центр «Грешма». Далее прогноз погоды спонсор Медицинский центр «Грешма».